Добрый день! Мы ездили в двухнедельную съемочную экспедицию в Перу и Боливию. И вот месяц назад я у Александра здесь тоже рассказывал о тем результатах, которые получили на территории Перу. А сегодня вторая часть посвященная Боливии. На всякий случай напомню, что Боливия – это страна, расположена в Южной Америке, в центре Южной Америки. Сейчас большая часть, две трети, приходится на территорию Кордильер. Треть – это уже восточные отроги Кордильер и тропические джунгли Амазонии. Во второй половине XIX века у Боливии был выход к Тихому океану. Сейчас это Арика – северная провинция Чили. Чилийцы ходят в достаточно непродолжительные войны, а оттяпали у Боливии этот кусок. И боливийцы до сих пор, честно говоря, это простить им не могут. Я своими глазами видел в Ла-Пасе такие плакаты уличные, где изображены солдаты в форме XIX века. И боливийский солдат на штык насаживает чилийского солдата. То есть они до сих пор не могут себе простить чилийцам эту территориальную потерю. Что касается культурологического плана, в этом смысле территория Боливии большей своей частью центральной и северной относится к так называемой зоне центральных ант или в археологической терминологии в зоне высоких цивилизаций. Большая часть этой территории центральных ант приходится, естественно, на территорию Перу. Собственно говоря, центральные анды или зона высоких цивилизаций практически целиком укладываются в современные границы государства Перу. Они вот отсюда, примерно от Кахамарки и до озера Титикака. Вот в основном о озере Титикака я сегодня и буду вам рассказывать. Озеро Титикака – это второе по величине озеро в Южной Америке. Вот оно сейчас, более крупную карту вам поставлю. Находится оно на высоте 3800 метров. То есть это высокогорное озеро. И сегодня оно считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Действительно, его протяженность с севера на юг более 200 километров. Глубины в озере достигают 220 метров. В общем-то, это огромное такое водохранилище, именно горное. Расположено, но еще раз повторю, на так называемом Плато-Альтиплана. То есть это вот зона равнинная, на высоте более 3000 метров, расположенная между западной и восточными кордильерами. И на этой территории на протяжении уже нескольких тысяч лет существовал очаг древних, высокоразвитых цивилизаций Южной Америки. Естественно, тогда не было границ и государств между Боливией, Перу и другими странами. Поэтому и будем сегодня говорить именно о зоне высоких цивилизаций центральных арм. Сегодня я остановлюсь на нескольких вещах, наиболее примечательных, потому что, повторяюсь, трудно объять необъятное. Прежде всего, следует сказать, что самый известный памятник Боливии – это археологический комплекс Тиоанаку. Я думаю, что наверняка все о нем слышали, на этой карте его нет, но находится он вот здесь. То есть примерно в 40 километрах от границ озера. Однако уровень озера менялся не только на протяжении столетий и тысячелетий, он ежегодно меняется на 10-15 метров в зависимости от сезона и в зависимости от года. И тогда, когда комплекс Тиоанаку, кстати, жил и успешно действовал, этот город стоял на берегу озера. Свидетельством тому являются вот одна из фотографий подводных исследований непосредственно на дне озера Титикака. Самые крупные археологические работы были проведены в последний раз в 2000 году итальянцами. Они обнаружили, вот сейчас одна из фотографий, на глубине там в 5-7 метров остатки каменных построек, то есть фундаменты зданий, мощеные мостовые стены. И это вот примерно на расстоянии 40 километров от самого центра Тиоана. Тиоанаку известен достаточно давно. Еще в 16 веке испанский хронист Петро Сейсо де Леон описывал его в самых восхищенных красках, потому что даже он был поражен тем количеством памятников, сохранившихся до 16 века, и их масштабностью. Но на протяжении очень длительного времени, точнее говоря, с начала 17 века, Тиоанаку разрушался. Примерно в 30-е годы 17 века в Тиоанаку, сейчас это поселок Тиоанаку, появились испанские колонисты-поселенцы, основали деревушку и использовали камни и блоки с памятника просто в строительных целях. В частности, церковь, фундаменты многих домов были построены на основе из блоков и камней, которые были собраны непосредственно с памятника. В 19 веке продолжилось разграбление памятника Тиоанаку, потому что проходило поблизости строительство железной дороги, и обработанные блоки, те, которые не могли вылезти, попросту взрывались, и по кускам перетаскивались и использовались для строительных работ. То есть до сегодняшнего дня этот крупнейший центр цивилизации центральных англ сохранился в лучшем случае, я не знаю, процентов на 10. То, что сейчас открыто для обозрения, это еще 10% от того, что сохранилось. То есть на самом деле памятник можно считать, мягко выражаясь, убитым. В настоящее время археологи датируют время существования этого центра примерно с последних веков до новой эры, там, 5-6-го, и все первое тысячелетие новой эры, примерно в 9-10 веке считается, что этот памятник был, ну, буквально, закат цивилизации Тиоанаку и был заброшен, если там существовали более поздние поселения, то очень незначительные. Хотя культурный слой вокруг построек Тиоанаку практически отсутствует. Более того, исследования, которые проводил, можно сказать, первооткрыватель этого древнего памятника Артур Познанский в начале 20-го века показали, что вся территория памятника была покрыта толстым оливиальным слоем. Из чего он сделал вывод, что в определенное время территория Тиоанаку была затоплена в результате стихийного бедствия, ну, собственно говоря, потопа. Хотя о масштабах потопа, естественно, судить он не мог. Тем не менее, сам Познанский считал, что основные постройки этого комплекса следует дактировать примерно 15-м тысячелетиям до новой эры. Эти выводы он делал, исходя из ориентации основных построек на территории этого комплекса. Однако современная американистика, естественно, не принимает такие даты и, как я уже говорил, относит рассвет Тиоанаку к первому тысячелетию новой эры. В настоящее время здесь сохранилось незначительное число построек. Вот это вот общий план-схема, то, что мы видим в центре такой вот формы. Это так называемая Акапана, ступенчатая пирамида. Очень необычной формы, потому что мы привыкли к четырехгранным пирамидам, изредка, крайне изредка, к округлым, хотя это уже не пирамида. Тем не менее, Акапана является такой, если смотреть сверху, в разрезе, ступенчатой пирамидой. И на языке кечуа это называется чанкана, так называемая половина Анского Христа. Вот, кстати говоря, у меня на свитере как раз этот мотив традиционный изображен. То есть, можно сказать, лестница в небо, ступенчатая пирамида. Но, во всяком случае, это не случайно. И, по выводам археологов, в центре Акапаны находился, скажем так, бассейн. Вот это вот целиком форма так называемого Анского Христа. То есть, сама Акапана представляет собой его половинку, разрезную по горизонтали. А, по сути дела, это прямой крест, который вписан в квадрат. Но это универсальный символ для древних Анг, такой космогонический символ. Поэтому он и носит название сегодня Ангский крест. И, как бы, в любом, так сказать, месте, в любом магазинчике можно найти огромное количество сувениров именно таких вот крестов. Как в Египте Анг, Египетский крест, так и в Андах, Чанкана, Ангский крест. Считалось, что центр этой пирамиды здесь был бассейн сделан в виде трех ступенек, опускался вглубь, и археологи установили, что из него вела дренажная система, сделанная в виде каменных акведуков-желобов, которая спускала отсюда воду в рог, который окружал эту пирамиду. Сейчас он не сохранится. Естественно, это все вопросы реконструкции. И, как бы, как это выглядело, раньше судить трудно. Но вот примерно так современные историки представляют центральную часть комплекса Тиванаку. Вот пирамида Акапана с центральной углубленной площадью, ступенчатая. Рядом колоссасая центральный храм, полуподземный храм и еще целый ряд построек. Сегодня это, увы, представляет из себя, в общем-то, не считая Акапаны, эта груда развалин. И колоссасая восстановлена, но восстановлена уже в 20 веке. Сейчас вот покажу вам кадры. Вот вид на центральный комплекс колоссасаю с вершины пирамиды Акапана. Это, еще раз, реконструкция. Это более крупным планом реконструкция Акапаны, потому что, ну, она весьма условна, потому что по работам исследований 20-го, начало 20-го века, она имела три ступени. Сейчас ее изображают шестью ступенями. В настоящее время производится модернизация, в смысле, реставрация этой пирамиды. Из нее строят попросту Диснилай. Ну, действительно, Тиуанаку является, можно сказать, таким культурным символом Боливии. С середины 20-го века он был, мягко выражаясь, поднят на флаг. Это огромный туристический центр с дорогими билетами. И все, как бы, поставлено именно на цели извлечения прибыли с туристического бизнеса. Археологические работы там практически не ведутся. Реставрационные работы, вот, прежде всего, по пирамиде, по Акапане, ведутся очень, скажем так, посредственно. То есть ее обкладывают кирпичом с сердцом, вот так вот, потом сверху красят. Хотя археологи установили еще сто лет назад, что пирамиды были облицованы плитами из андезита, то есть анского гранита. То есть это совершеннейший новодел. И несмотря на то, что, кстати, всякие различные нормальные люди в Боливии бьют колокола, что идет уничтожение памятника и, собственно говоря, извращение его, тем не менее, в целях туристического бизнеса эти работы более-менее продолжаются. В седьмом году они шли полным ходом, сейчас в пятнадцатом заброшены более-менее, потому что, ну, как говорится, деньги закончились. Я вам покажу немножко виды центральных зданий этого комплекса. Это, прежде всего, Калас Асайи. И еще раз подчеркну, что это тоже новодел. Вот то, что вы видите, здесь родными остаются только вертикально стоящие вот эти вот монолитные блоки, своего рода каркас. Все остальное сложено из блоков реставраторами. Эти блоки собирались со всего памятника, и если вы видите, они просто представляют из себя такую разноцветную мозаику, что к чему подходило, так и ставили. Родных вещей там очень мало. Вот, опять-таки, один из сохранившихся монолитов. То есть, когда сюда пришли испанцы, это выглядело примерно вот так вот. То есть, посередине плато, засыпанные слоем ила, торчали монолитные блоки, и рядом возрастался вот холм Акапана. То есть, вся пирамида также была занесена слоем даже не почвы, а вот алювиального осадка и листы глины. Так это выглядело в начале 20-го рета до реставрации. То есть, сегодня мы имеем абсолютно, как бы, искусно созданный памятник и делать какие-то достаточно однозначные выводы по имеющимся на сегодняшний день конструкциям просто чревато заблуждением. Это хорошо известные врата Солнца, выполненные из единого блока андезит. Три, примерно, на четыре метра. Ориентировочный вес порядка, наверное, 20 тонн. Они были найдены уже в расколотном состоянии. Они подняты и сегодня являются одним из привлекательных для туристов мест. Это и обратная сторона. Явно, что они являлись центральными вратами какой-то конструкции, но нашли их не по центру площади Акапаны, а в углу, где их поставили. Вот примерно так они выглядели в начале 19-го века, уже поднятые. Также на Кал-Сесарии стоят несколько сделанных из песчаника каменных статуй, возраст которых археологи, опять-таки, относят к периоду расцвета цивилизации Тианата, то есть к середине первого тысячелетия новой эры. Но когда они выполнены были, на самом деле, сегодня судить сложно. Они полны символикой. Тут и кондоры, и пумы, и крабы. И как бы все это требует расшифровки. Достаточно много исследований над этим работают. Но, опять-таки, повторюсь, в результате того, что весь памятник на протяжении 300 лет разрушался, а потом был восстановлен археологами, ну, мягко выражаясь, как они это видели, то сегодня это представляет такую новодельную игрушку, которая не является адекватным, так сказать, памятником для исторических реконструкций. Интересно, вот рядом с Колососае, квосток от нее, лежит такая гранитная андезитовая плита, в которой сделана модель полуподземного храма. Она покоится просто сейчас под открытым небом и доступна для обозрения. Ее нашли еще в 19 веке тоже. Исследователи и зарисовывали ее, и мерили. С тех пор она так и лежит, расчищенная от слоя земли. Есть также и другие ворота, менее изощренные в декоративном плане. Это так называемые ворота Луны. Неизвестно, стоят ли они на родном месте, сейчас просто на холме стоят. Вот сохранившееся изображение 19-го, я бы на них еще огромный монолитный блок опирался. То есть я веду это к тому, что очень трудно этот материал использовать для исторических реконструкций. Ну вот очень показательный снимок. Это остатки перекрытия также врат из гранита анского, из андезита. Обратите внимание, насколько сложный здесь профиль. То есть идет по дуге. Естественно, что сделать такие углы при помощи каменных долот, как это утверждают археологи, но в принципе невозможно. Я думаю, что любой специалист по обработке камня, скульптор или даже инженер может это подтвердить. Но историки-археологи не имеют технического образования, а гуманитарное образование позволяет делать далеко идущие выводы. Раз сделано древними, которые не знали стали, не знали твердых металлов, значит было бы сделано тук-тук-тук-тук, а на место принесено металл-кальт. Собственно говоря, месторождение этого андезита, анского гранита, находится примерно в 60 километрах от самого памятника, а песчаник красный, из которого сделаны большинство построек, примерно в 10. То есть даже песчаник, пусть он не такой громоздкий, как гранит, тащили за десяток километров, а на некоторых зданиях сохранились плиты весом до 130 тонн. Согласитесь, вес не такой, чтобы их тащить на бревнах канатами. Вот тоже уникальная вещь, каменный, больше всего напоминает жернов, но поскольку он стоит, как поставлен археологами, может быть он имеет колониальное происхождение, поэтому я просто привожу фотографию, потому что он поставлен. Индийцы, как считается, не знали колеса, но круг, естественно, был им известен, да и колесо было известно, просто не использовали его как техническое средство. Также следует отметить, что на огромное количество каменных блоков имеет следы, не будем говорить машинной обработки, потому что для этого, во всяком случае, у меня нет достаточных оснований. Но даже как бы визуальное знакомство позволяет утверждать, что не могли быть сделаны каменным инструментом. Это вот пример стяжки, то есть в огромном количестве мест блоки были стянуты металлическими скопами, причем некоторые скобы были найдены, был сделан химический анализ. Это никелевые и мышековистые бронзы, хотя сплав, как утверждают химики, совершенно нетипичный для современных технологий, но тем не менее он использовался на пристроительстве зданий Тианако, именно как стяжек для крепления крупных блоков. По одной из версий металл заливался уже в выбитые пазы по месту кладки. Но таких металлических стяжек сохранилось крайне мало, потому что известно, что в 17 веке уже испанские колонисты все это дело попросту побыковыривали и использовали вторично на отливку колоколов в церкви, в поселке Тианако, а также для колоколов в столице Боливии Ла-Пасе. К сожалению, единственная фотография, немножко застренный момент, у меня этот камень целиком на видео оказалось, что в фото я не снимал. То есть огромный блок андезитовый, примерно длиной как два стола и шириной, как две ширины, лежит примерно в 100 метрах от памятника, полузасыпан землей. И имеет вот такие вот пробивы и каналы изощренные, которые опять-таки имеют очень высокую степень обработки, несмотря на то, что он явно лежал не одно столетие на дневной поверхности и подвергался эрозии. Но что удивительно, это вот удалось сделать снимок, в 100 метрах от Колососаи, как только мы туда подошли, начали осматривать, прибежал смотритель, какой-то молодой товарищ в форме и говорил, что нельзя, хотя он не огорожен, трогать нельзя, фотографировать нельзя. Ну, дали ему там 10 солей, он немножко помялся, и мы там минут 10 полазили, вот, посмотрели. То есть, это я к тому, что на памятках Балилии, как и в других, в общем-то, странах, где есть такие очень древние археологические памятки, с каждым годом усиливается такая политика запрета и доступа к древности. Дальше будет, я вам этот вопрос еще раз подниму, Ну, еще одна из фоток начала 20 века по показывающим, как бы, технику реставрационных работ. Вот, речь идет просто только о подъеме лежащего монолита, но никак не о его транспортировке на 60 километров, это гранитный блок, и, естественно, не о его обработке. Это тоже иллюстрации из книжки 19 века. Примерно вот так же вот выглядели. Это вот остатки Каласасая, состоящие из скелетов монолитов и отсутствия всяких стен, уже поднятые ворота Солнца. И рядом с центральным комплексом Тиванаку расположен второй комплекс, называемый Пумапунку. Кто интересовался этим вопросом, наверняка слышал это название, потому что именно здесь, на развалинах этого храма, найдены наиболее, так сказать, изощренные по степени обработки и по искусности обработки каменные монолитные блоки, которые до сегодняшнего дня сохранились. Естественно, сегодня это тоже выглядит уже совершенно по-другому, то есть это остатки, которые были собраны археологами и выставлены на обозрение, то есть осталось контуры этого храма Т-образного, как мы видели, и вот на нем расставлены блоки. Обратите внимание на сложность обработки. Вот те блоки, которые крупные, серого цвета, это гранит. Те, которые красноватые, это песчаник. Разница примерно в полтора раза в плотности и твердости, соответственно, и сложность в обработке. И эти, как бы, остатки, их даже нельзя назвать разваленными, остатки некогда величественной конструкции сейчас, вот, действительно, демонстрируют нам, насколько неизвестно, в какую эпоху здесь была развита техника обработки камня. Вот крупным планом увеличиваю блок гранита, значит, по всей его длине сделана абсолютно идеально ровная пробита, пробит паз глубиной примерно 5 миллиметров. Он не гуляет, нигде мы мерили, ну, в пределах полумиллиметра. И просверленное отверстие. Логично предположить, что здесь это использовалось для крепления каких-то декоративных панно, может быть, бронзовых, может быть, золотых, может быть, деревянных. Сейчас об этом невозможно судить, потому что это было ободрано за столетия до нас. Сохранились только сами основы этих блоков. Но работа по камню ювелирная, несмотря на ее масштаб. То есть, речь же идет не о колье, тем более не о перстне, а о блоке весом в 600 килограмм, высотой в один метр. И вот такие вот примеры обработки твердого гранита. Собственно говоря, из них состоит весь памятник, точнее, его остатки. И вот сколько я разговаривал с различными людьми, которые имеют техническое образование или работали с камнем. То есть, современным инструментом сделать вот такие вот углы, идеально прямые. И здесь, опять-таки, раз, два, три практически уровня заглубления. Сделать это не то, что каменным, даже бронзовым инструментом невозможно. Еще раз та же самая плита. Вот еще раз пример стяжек. То есть, некоторые стяжки имели до 30-40 сантиметров в длину. То есть, требовали они огромного, так сказать, хорошо отлаженного металлургического производства. Правда, остатков печей плавильных либо не было найдено в окрестностях, либо они не были опубликованы. Потому что, как бы, еще раз повторюсь, основная цель современных властей на протяжении последних 50 лет боливийских – это привлечение туристов и, соответственно, денег, но никак не научное изучение этих памятников. Это вот старая фотография, буквально там лет 7-8. Тогда еще можно было подняться, это вот расколотая плита весом в 130 тонн и посидеть. В прошлом году ситуация уже совершенно другая. То есть, все эти плиты огорожены перетяжками, заходить нельзя. Мы зашли, в результате прибежал смотритель, потребовал у нас билеты, билеты отобрал. А билеты нам нужно было отдать турфирам, чтобы отчитаться, пришлось билеты выкупать. Уже нельзя. Хотя эти плиты пролежали столетия на поверхности, вокруг их протоптанные, так сказать, утоптанные дорожки. Ходи, смотри, не хочу. Нет, нельзя смотреть издалека и не нужно задавать личных вопросов. Многие знания, так сказать, это многие печали. Ну, один из, так сказать, универсальных символов, всем хорошо известный калаврат или свастиков, он также имеет место быть не только в Тимонако, но и на других памятниках, как Юг, как и Северной Америки. Ну и еще несколько фотографий, демонстрирующих, так сказать, прорисовки вот этих стяжек, да, которые использовались при строительстве, неизвестно в какую эпоху этого памятника. Вот четыре основных вида. И это еще сделано более ста лет назад, то есть наиболее интересные блоки исследователи замеряли, вымеряли. Вот примерно как выглядит чертеж таких блоков или вран. То есть это действительно по этой тригонометрической, так сказать, проекции видно, что это действительно уникальная работа, которая для нас, в общем, такие вещи привычные, если такие детали в институтах, лабораториях на высокоточных станках вытачиваются. Здесь это масштабное производство. Вот это, я повторяюсь еще раз и буду еще неоднократно повторить, это то, что сегодня сохранилось. А сохранилось, ну, в лучшем случае, несколько процентов от того, что здесь было. То, что успели зафиксировать. Вот еще раз, это уже космический снимок с Гугля, сегодняшний вид на храм Кумакун. Считается, что, поскольку не было обнаружено, после достаточно большой городской застройки вокруг этого комплекса, на сегодняшний день считается, что Тиуанаку являлся своего рода культовым центром, куда собирались паломники с разных территорий, приходили, возможно, из очень далекого. Этот вывод достаточно обоснован, потому что, действительно, живых построек, хозяйственных обнаружено не было. Но, опять-таки, примитивно к возрасту и к имевшимся за последние 500 лет разрушениям, этот вывод неоднозначен, возможно, там, ну, даже вокруг любого культового центра всегда существовало поселение, хотя бы тех людей, которые этот комплекс обслуживали и вели там религиозные обряды. Все уже? Все в порядке. Хорошо, вот видите, хотелось еще тоже сказать, немножко на другую тему перескочить. В музее золота в Ла-Пасе хранится чаша, которая называется Куэнто-Макс. Она была найдена в 70-е годы, недалеко от Тиуанаку тоже. Каменная чаша, вот, примерно 80 сантиметров в диаметре. Ее очень быстро объявили подделкой, потому что на ее стенах нанесены надписями, двумя видами шрифта. Один совершенно незнакомый, второй, это одна из разновидностей клинописи. Некоторые следы считают, что это эпохи Вальдолонского царства. Поскольку вавилоняне не имеет права присутствовать на территории Южной Америки, эта чаша была объявлена фальшивкой, хотя никто, естественно, в таких случаях не объясняет, почему и для чего это делалось. То есть, найдена она была, опять-таки, в земле недалеко от Тиуанаку, несколько лет хранилась в сельском доме, потом ее перевезли и сделали для нее отдельный зал в одном из центральных музеев, музея золота в Ла-Пасе. Но, тем не менее, это фальшивкой. Фотографировать ее нельзя, снимать нельзя. Нам это удалось сделать партизанским методом. И рядом стоит так называемый идол Покатья, который тоже считается новоделом, потому что на его ногах, и здесь, естественно, не видно, вся спина. Мы просто заглядывали, но сфотографировать невозможно, там вот такая щель. Испрещена надписями, похожими на те, что есть на чаши, но не клинопись, а соседние. Соответственно, поскольку общепринято постановление, что древние перуанцы и другие народы действительно не знали, соответственно, эти вещи не признаются подлинными американской наукой и не считаются достойными для изучения. Все, спасибо. Есть какие-то вопросы? Скажите, есть какие-то вопросы у кого-то? Андрей, про точки у вас большие блоки, большие проточки. Это что, водопроводы? Там есть и водопроводы, и акведуки, то есть на Кумакунку, с вершины тоже ведут каменные в двух местах, он открыт, желоба, где человек помещается, сделанный из плит. Субтитры создавал DimaTorzok